МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске проводим снегозадержание и снегоудаление на участке. Выбираем семена баклажанов, обновляем редкие сорта фиалок. Эх, как там зимует моя дача! Переживаем мы, завернувшись в теплый плед долгими зимними вечерами. И не зря, потому что пора отправляться на разведку. Сегодня мы с потомственным садоводом отправляемся лопатить сугробы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На участке надо и козырьки освободить, и теплицы, если есть, тоже освободить от снега. Потому что иначе, ну, козырек-то он металлический, а теплицы, они стеклянные или поликарбонатные. Там их можно продавить. Здесь где-то сантиметров 70 снега. Так ни одна теплица, наверное, не выдержит. Продавит, и все. И по весне придется чинить, реставрировать. Снег с дорожек и построек можно запасать под деревьями, вдоль виноградника, укрывать землянику, ежевику, наполнять емкости для полива. Яблоням и грушам от большого объема влаги только польза. А вот абрикосы и сливы по весне могут подопреть. Для этого у стволов снег разгребают, придавая сугробу форму воронки. Деревья с большими ветвями могут пострадать. Если, допустим, деревья не обрезались по осени, яблоня и груши, если не обрезалась, то может быть сплетение ветвей невыгодное. И там как раз налипнет снег, получится снеговая шапка, которая будет тянуть ветки. И при сильном ветре порывистым может, в принципе, и разломить ветку. Метровые с угробанной теневой стороны дома или бани могут по весне образовать холодок и грязь, которая долго не даст прогреться земле, замедлит развитие ранних растений. Заледеневший под мартовскими лучами снег может навредить молодым деревцам и малине. Если участок идет под уклон, то нас не хуже садовых ножниц может подрезать ветки. Этого можно избежать, укутав побеги специальным материалом или обвернув пластиковыми бутылками. Некоторые места на участке особенно любимы грызунами. Это кусты смородины, молодые виноградники и семечковые культуры. Один из способов защитить саженцы, груши или яблони – утрамбовать снег вокруг ствола. От ствола радиус метр. Чтобы мышь не допрыгнула. Ну, мышь, она ходит под снегом, под рыхлым снегом, и она, соответственно, ищет себе пропитание. Она двигается в направлении дерева, чтобы подгрызть кору дерева. А вы, отаптывая, не даете ей пройти. Ей тогда, чтобы дальше двигаться, надо выйти на поверхность снега. И тут она уже выбирает. Выйти, задержаться на открытой площадке, делая это не быстро, обгрызть стволик, и подвергнуть себя риску быть пойманным кошкой или голодной вороной, например. Также, кстати, нередки такие случаи, когда мыши подгрызают почки на зимующем винограде, на зимующих кустах смородины. Если сад не защищен глухим забором, то для удержания снега пользуются самодельными приспособлениями. Берут штыри и колья, ставят их в одну линию с шагом, там, сантиметров 50-60. И на этих штырях либо заплетают ветки, если есть в хозяйстве, либо можно проплести спонбонд. Спонбонд как раз не даст сползать этому снегу. Из всего многообразия сортов остановимся на среднеспелых баклажанах. Они хоть и имеют более длительный период созревания, но гораздо устойчивее к жаркой погоде. А это очень актуально в нашей полосе. Первая новинка этого сезона – черная масть. Снаружи овощ напоминает темно-фиолетовые груши, внутри белая мякоть. Размеры плодов достигают 18 сантиметров, масса до 400 граммов, устойчив к столбуру и мозаике. Порадуют дачников урожаем до 7 килограммов с куста. Боровичок. Баклажаны этого сорта подойдут для фарширования. Отличительные черты – плоды шаровидные, светло-фиолетовые, со вкусом лесных грибов. При хорошем уходе можно снять более 5 килограммов с куста. Если раньше баклажаны были с зеленой мякотью, только черные, то сейчас они есть и белые. А в этом году появились сиреневые и грибное удовольствие с грибным вкусом. И мякоть у них белая. Мечта дачника. Название говорит само за себя. Этот сорт подходит для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды крупные, масса полкилограмма, длина почти 40 сантиметров, но небольшие в диаметре. Гиганты глянцевого и темно-фиолетового цвета с кремовой мякотью и тонкой кожицей. Эта новинка отличается высокой урожайностью. Южная ночь. Низкорослый сорт высаживается под пленку и в открытый грунт. Баклажаны хоть и не крупные, длиной до 18 сантиметров, а массой чуть больше 200 граммов, но зато ими усыпан весь куст. Урожайность до 6 килограммов. Мякоть белая, плотная, без горечи. Сейчас в основном все баклажаны идут без горечи. Если их раньше надо было обязательно солью обрабатывать, то сейчас не надо. Они с белой мятотью, и у них теперь меньше семян. Полив умеренный, но редкий. Умеренный и редкий. И, конечно, от солнышка притеняют. Прекрасно кто-то выращивает их в теплицах, но я предпочитаю в открытом грунте под укрытым материалом. Сорт «Ф1» икорный сулит прекрасные урожаи как в теплицах, так и в открытом грунте. Плоды овальной формы длиной до 20 сантиметров, темно-фиолетовой окраски с глянцевой поверхностью и массой до 300 граммов. И, как уже понятно из названия, структура мякоти идеально подходит для икры. Порезанные кусочками, замаринованные в лимоне с оливковым маслом, плоды восхитительны при приготовлении на углях. Илья Муромец – богатырь в своем семействе. Синенькие могут весить до 700 граммов, а в длину достигают 40 сантиметров. Сорт «Среднерослый» подходит под пленочные укрытия и открытый грунт. Плоды с нежной кожицей, не горькие, с кремово-белой мякотью, практически без семян при любом размере плода. Баклажаны вы сажать будете тоже новые сорта? Обязательно, обязательно. Каждый год пару сортов обязательно баклажанам сею. Потому что с них это очень полезный диетический продукт. Их и жарят, и солят, и маринуют. Это очень хороший и полезный для нас продукт. Сегодня мы продолжаем тему ухода за фиалками совместно с коллекционером комнатных растений Артемом Санином. Мы проведем несколько оздоровительных процедур, которые пробудят наши фиалки от зимней спячки. Здравствуйте. Здравствуйте. В одном из декабрьских выпусков мы познакомились с уникальной коллекцией фиалок и рассказали, в каких условиях любят зимовать эти растения. Период покоя закончился, и хозяин коллекции взялся за работу в мастерской. А я напросилась в помощники. Взрослое растение, которое за сезон, так скажем, уже подцвело. Вы видите, что за счет того, что листья нижние подходили, так как они функционируют, нижний ряд листьев примерно год, образовался вот такой вот небольшой ствол, или нога, как мы говорим. Вот чтобы фиалка себя чувствовала хорошо, нужно своевременно этот стволик углублять в горшок. Когда мы такую процедуру делаем, то есть это частичная замена грунта, мы смотрим, насколько симметрична будет розетка. Вот здесь вот эти два листа, они явно, если видно, нарушают симметрию. Мы эти листочки удаляем, ну и остается у нас вот такая вот розетка. Для заглубления фиалку освобождают от горшка. Затем счищают со ствола старую кору и начинают постепенно очищать корневую систему от земли. При этом гнилые и засохшие корни подлежат удалению вместе со старым грунтом. Мы освобождаем для чего? Для того, чтобы вот этот стволик, он ушел у нас опять в этот же горшок. То есть мы не будем увеличивать объем горшка, чтобы розетка была компактная. У взрослых фиалок, которые не раз подвергались пересадке, снизу отламывается часть ствола, чтобы растение глубже ушло в горшок. Если вы удаляете и видите, что ткань уже начала коричневеть, то необходимо зачистить, либо уже срезать. О чем дальше пойдет речь, собственно говоря, мы это сделаем. В данном случае мы просто засыпаем фунгицидом или мелкой фракцией древесного угля для того, чтобы был подсушен у нас срез. Берем новый горшочек, подкладываем материал. Какой материал? Я использую подкладочную ткань синтетическую, так как она и пропускает воду, и в то же время она не гниет, не разлагается. Она какую функцию выполняет? Только для того, чтобы из дренажных отверстий, которые служат для аэрации почвы, не высыпался грунт. Свободную от старого грунта фиалку укладывают так, чтобы очищенный ствол оказался под землей и смог дать новые корешки. Можно использовать емкость меньшего размера, если места на подоконнике не так много, или большего, если задумали увеличить размер листовой массы. Очень важный момент, чтобы грунт не попадал в центр розетки. Иначе, когда вы начнете поливать, то грунт будет намокать, увлажняться, и есть риск того, что центр розетки может подгнить. Поэтому вы очень аккуратно до нижнего ряда листьев этот свежий грунт засыпаете в горшок. Умеренно увлажняем. Отстойной водой обычной. Все. Примерно через пару месяцев обновленная фиалка укоренится и распустит бархатные бутоны. С листьями, которые мы удалили, можно ли провести дальнейшее укоренение и посадить их в землю? Мы берем вот такой 100-граммовый стакан. Заранее делаем дренажные отверстия, можно их прорезать ножницами. Заполняем стакан легким грунтом. Берем листик, обрезаем его, оставляем длину черенка примерно 3-3,5 сантиметра. Наискосок? Наискосок. И, соответственно, заглубляем на сантиметр-полтора черенок. Чтоб посадка была неглубокая. Берем ложку, наполняем ее водой, чтобы растение не загнило, а был умеренно увлажненный грунт. И я предлагаю вот на такой объем полторы столовых ложки воды. Это примерно 50 грамм, в то время как объем стакана, в который мы высаживаем, 100 грамм. Получаем умеренно влажный грунт, среду, в которой хорошо будет прорастать корневая система. Ну, здесь даже видно, да, что верхний слой у нас промочился именно там, где будут прорастать корни черенка. Последний штрих – укрываем саженец в теплицу. Будь это целлофановый пакет, пластиковый контейнер или стеклянная банка. Выбор любого из вариантов определяется количеством свободного места на подоконнике. Как часто в теплице необходимо увлажнять почву? Вот мы сейчас полили растение, и примерно через 2,5 недели мы можем немножечко добавить, при необходимости, прям буквально там, я не знаю, полторы уже чайных ложки. Потому что если грунт будет переувлажнен, то черенок может начать загнивать. То есть влажность в тепличке примерно 80-85%. И смысл в том, чтобы сама пластина не вяла, и был очень умеренно влажный грунт, то есть та среда, в которой хорошо прорастает корневая система. Примерно через месяц-другой наш лист укорениться и начнет завязываться новая молодая розетка. Если внимательно соблюдать все правила, которые разъяснил нам коллекционер, то фиалка будет ежегодно цвести и радовать хозяев на протяжении 10 лет. Отметим, что специалист не пользуется стимуляторами роста для укоренения, а для подкормки цветущих фиалок используют комплексные удобрения с пониженной дозировкой. Помните, лучше не докормить, чем перекормить. После снегопада необходимо сбросить снег с крыш, козырьков и теплиц, аккуратно освободить ветви деревьев, наполнить снегом поливной бак. Молодые деревья оттаптывают у ствола, чтобы мыши не ободрали кору. Новые сорта баклажанов порадуют и цветом, и грибным вкусом, и белоснежной мякотью. Конец января – самое время укоренять, пересаживать и заглублять фиалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова